И мы сейчас приглашаем на сцену мультиталантливого человека. Это и поэт, и музыкант, и фотограф, и организатор собственных великолепных интересных мероприятий, да и просто человек, с которым приятно пообщаться, Григорий Грин! Всем доброго вечера! Я вижу в зале много знакомых лиц, это очень приятно, и много незнакомых, это еще более приятно. Значит, насчет уйти или остаться... Да, мне разрешают читать бумажки, потому что я не поэт. Я просто иногда что-то записываю на бумажку. Вот, а так я занимаюсь совсем другими делами. Но насчет уйти или остаться, это вопрос такой философский, естественно. Я сначала думал, про что это, уйти или остаться, так сказать. Например, когда стоишь в очереди в Пушкинский музей на 40 градусов мороза, то тоже возникает вопрос, уйти или остаться. Но это как бы, наверное, не про это. У меня очень много друзей уехало за границу. Они тоже перед собой задавали вопрос, там, уйти или остаться. Ну, в основном ушли, нельзя сказать, что они стали счастливы от этого. Потом долго писали, что тут все не так, все и все не то. Может быть, и не нужно было уезжать. Ну, никто не вернулся. Ну, потом это может быть вообще в жизни, так сказать, там бывают такие ситуации, там сидишь, ты можешь уйти или остаться. Ну, в таких вопросах, конечно, я считаю, что тут надо стоять до конца. Тут надо стоять, держаться, никуда не уходить. Ну, и вот, значит, такая проходит неделя, хоть падай, хоть стой. Хоть падай, а стой. Дела вырастают, как чертополох в огороде. И, в общем-то, все не впервой. Только нервы на взводе, а ветер хлобыщет наотмашь зеленой листвой. Но все это мелочи, мелочи, так как проходят. Проходит неделя, любовь и безумная страсть. Проходим и мы, торопясь по полощатой зебре. И даже забравшись в трусах в непровазные дебри, не плачем. И это пройдет. Разве что не на раз. Любая скала – это только высокий поребрик. Взберешься, и снова зима, как и прежде, близка. Проходят дожди, и прохожие мимо проходят. Зато есть предмет разговора всегда о погоде, поскольку опять о любви – это вовсе тоска. Прошло это время, и мы уже выросли вроде. Проходит. Ты тоже пройдешь. Будет ночь, будет час. Глаза словно звезды, а звезды, как ясные взгляды. Нам видятся, верятся, смотрят и, кажется, рады. Но все угасает – сияние звезд или глаз. В итоге останется только Вселенная рядом. И что же? Куда это сунуть, идти чью-то мать? Что делать, когда наша жизнь ошивается где-то, проходит и мимо, как пьяный сосед непоседа, и хочется взять и упасть? Но мы будем стоять, как точка опоры для чокнутого Архимеда. Вот, значит, это на то, что нужно стоять. Одну сначала я кинул туда вот за то, что, да, остаться. Но быть точкой опоры, конечно, очень важно там, особенно для мужчин. Мужчина – это точка опоры, для много чего. Но и стоять все время на одном и том же месте – это тоже, так сказать, приводит очень часто к застою. И поэтому надо же все-таки еще и куда-то стремиться. Я три стихотворения, что я ничего, да, нормально? Можно больше. Можно больше. Ну ладно. Так вот, значит, соответственно, несмотря на то, что покой – это такая вот точка стояния, это хорошо, но, тем не менее, иногда хочется куда-то сдвинуться. Да вот, значит, об этом. Как разум взывает. Покоя мне, дай мне покоя. Так сердце призывно трепещет. Поконем, поконем. Смотри, видишь, солнце беспечное на подоконник залезло с ногами. Смотри, как растекся рекою по стеклам растаявший снег. Это дорого стоит. Давай, запрягай. Не стони, не сиди в обороне. Разрушить пора Карфаген или жадную Трою. Но разом, как тучами неба, безжалостно кроет на три этажа это сердце. Да что же такое? Беги, отползай, раз не будет погони. Неужто тебе не хватило по горло агоний? Ты помнишь, как кони коварно разрушили Трою? Немаленький чай. Значит, знаешь, что счастье в покое и в воле. На кой лошадей-то пополю? До коли, до боли, до соли, без смены, до пены. Зачем? На хрена нам колени, прекрасные Елены. Смотри, как герои разрушили древние стены. А где они? Спят вечным сном. Не спеши. Все мы бренны. Но сердце стучит в барабаны сильнее с зарею, и чудится вот уже там, за горою. Всего до горы, что там будет? Не знаю, не скрою. В холодной земле головой остывают герои. А все-таки их имена вспоминают порою. Какой там покой, если ты не со мной? Я снесу эту трою. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот, и, значит, вот, все мы должны там когда-то куда-то двигаться, стремиться. Но очень часто получается, что когда мы вот начинаем двигаться, куда-то сдвигаемся, мы залезаем совершенно на такое странное какое-нибудь место, там, болото, например, там, или что. И опять, так сказать, начинает задавать себе вопрос, а что делать-то, уйти или остаться, или, там, может, назад. И, конечно, в данном случае, там, уйти – это признание какого-то там поражения в какой-то мере, да, вот, не то сделал, не туда залез, так сказать, вот, надо признать поражение. Но, тем не менее, значит, приходится тогда все равно это делать, и это тоже нужно иногда брать и идти, ну, или сворачивать назад, там, и так далее. Поэтому вот следующий будет камушек в другой графинчик, а стих вот он такой вот будет. Одиночество долгое портит характер ужасно. Все раздражает. Молчание, селфи и трафик. Если полгода нет-нет, разве можно так сразу? Значит, они укатились решительно нафиг. Ты говоришь, время будет, вот только погода станет посолнечней, снегом с дождем не пугая. Это же, может быть, даже и меньше полгода. В баню. Решительно в баню, моя дорогая. Ты просто ангел, но я, к сожалению, не сахар. Лет через десять, пожалуй, включи меня в график. Ну, а пока что мне некогда сохнуть и чахнуть. Нафиг, мой ангел. Пора. Исключительно нафиг. Я с этой мыслью в стакане. Сижу до заката. С ней же проснусь на рассвете от счастья икая. Встану и выйду на площадь с огромным плакатом. Нафиг. Иди уже в баню, моя дорогая. Собственно, вот это как бы такие за и против. Ну и даже не знаю, сейчас я, наверное... Да. Скорее всего, так. На самом деле, конечно, очень сложно решить, в какой из графинчиков, так сказать, кидать свой камушек. Да, потому что, на самом деле, когда мы делаем какой-то выбор, то любой, в общем-то, выбор правильный. Потому что, когда ты его сделал, то он правильный. Не нужно даже думать, так сказать, ой, может быть, я что-то неправильно сделал, там, гитар, там, да, все уже сделано правильно. Или наоборот, любой выбор неправильный. Это одно и то же, в принципе. Но раз он сделал, значит, он должен быть в результате все равно правильным. Поэтому вот такой вот еще стишок прочитаю маленький, и все. Все заснежило, все застыло, то ли кажется, то ли было. В югой мысли разворошило, не сменить ли на мыло шило, не отдать ли зашило мыло. Что нужнее, поворожило б, да забыло, как кровь по жилам пробегает в степи кобылой, по траве под весенним ветром. Не решило, дождаться б лета. Летом будет, возможно, легче, будет проще, в лиловый вечер тени мягче, понятней вечность. Лунным светом разбудит нечто, что с небес налетит, как кречет, и невидимость тиснет плечи. До судьбе подтолкнет навстречу. А зачем? Что ходить по краю? Время лечит. Все это знают. Что же менять молоток на гвозди? Вслед за летом накадит осень. Грозы смолкнут. Но как оосье птиц затихнет. А кречет, осень грянет, станет совсем не грозен. Только красные рябины грозди будут звать, собираться в гости. Так они зовут постоянно. Бросьте, бросьте. И так все славно. Не сиди у свечи, не думай. Не ходи между стен угрюмой, пумой. Это не фунт изюму делать глупости. Будь разумной. Ты их мало ли совершила. Не меняй же на шило мыло. Не меняй. Не читай по узорам руны. Неизвестны дары фортуны. И опасны бывают так же. Что же делать? Душа подскажет. Вот, собственно, поэтому нужно слушать душу. И когда в душе рождается какое-то решение, значит, такое оно и правильное. Спасибо большое за внимание. Сейчас я камушку еще покидаю. Спасибо.